добрый день страна с вами юрий бажан и сегодня мы поговорим о главных ошибках при острожке доски на самом деле главная ошибка только одна то есть вы неправильно стоите неправильно ставить свои руки все вы наверняка кто сталкивался с острожкой да знаете что вот есть доска у нас да есть у нее там две пласти две кромки и наша задача при острожке доски на фуганке острогать одну пласть одну кромку с прямым углом между ними вроде бы казалось бы чем сложно ставим доску на стол вот ставим доску на стол и проводим ее сквозь ножи то есть ножи вращаются доска проходит зависимости от того насколько у вас опущен подающий стол относительно принимающего получается как бы съем с доски и вот в этот момент очень важно правильно стоять ведь что делают обычно люди вот они стали положили руки или там например упоры то есть один упор второй упор и подают доску на ножи и что происходит как правило они вместе доской не двигаются то есть пошла доска сюда и проходит в этот момент что происходит давление вот на эту руку значительно больше чем давление вот на эту руку и несмотря на то что все у нас параллельно там до перпендикулярно ножи снимают больше вот с этой части доски собрать другой вариант стали правильно вот так вот так вот и подаем доску сюда и постепенно как бы да протаскиваем его вот так вот сквозь стол и начинаем наклоняться вот в эту сторону вот мы наклоняемся и в этот момент что происходит мы даем давление вот сюда как правило мы стоим вот потому что туда нам ходить лень и вот поставили руки и начинаем подавать в этот момент давление вот на эту сторону доски больше чем на эту и что происходит то есть доска начинает у вас вот этой стороной прижиматься сильнее к столу и соответственно вот с этой стороны сострагивается больше деревяшки вот это элементарные вещи которые которые вернее скажем так это элементарная ошибка которая допускает постоянно начинающие стойлер и ведь что происходит на самом деле вот когда мы острагиваем пласть особенно короткой доски это не так заметно вот смотри то и Вот что я сейчас сделал Я строгал как бы обе пласть Так, чтобы их замерить Не получится Сейчас одну секунду Вот сейчас получится Берем электронный штангенцеркаль Берем нашу доску Замеряем вот здесь Расстояние 27-21 Записываю 27-21 на этой стороне 29-46 на этой 29.46 Ставим доску на фуганок И сейчас начинаем совершать неправильную островку То есть в таком плане Я буду стоять на месте И таткать доску вперед В этот момент Я не буду двигаться Вот эта рука, левая Будет давить на доску сильнее, чем правая Давайте пробуем Построгали Замеряемся вот здесь 26-02 26-02 То есть здесь мы сострогали 1 мм И две десятки Здесь замеряемся 28-57 28.57 А здесь мы острогали с вами 0,9 мм То есть смотрите Здесь мы острогали 1 мм А здесь 0,9 мм Вот Поскольку доска короткая Разница в принципе не очень большая Да? Одна десятка всего лишь А две десятки Потому что там было 1,2 мм А здесь 0,9 мм Три десятки Три десятки Но Когда вы строгаете долго И постоянно упираетесь Вот в эту сторону У вас начинаются вот эти вот ошибки Постоянные И вот эта сторона Становится тоньше, чем вот эта Она становится доска морковкой И в общем-то это не очень хорошо Это плохо Обратная ситуация Мы сейчас будем давить Правой рукой сильно А левой слабо Снова берем штангенцирку И измеряем Ой, что-то сбилось у меня Замеряемся С этой стороны получается 27-28 С этой стороны получается 26-34 Что-то неправильно 26 получается То есть Вот эту сторону Мы вообще не сострогали сейчас Был 26-02 Сейчас 26 А с этой стороны Мы сняли 1 мм Три десятки То есть о чем я хочу сказать вам Правильные Усилия Это основа Как бы правильной отстрожки Мне Недавно человек позвонил Вот когда я видео про это фуганок снимал И говорит У меня наверное кривые столы Потому что я не могу правильно отстрогать кромку И показывает значит Два бруска На которых кромка отстрогана Как бы неверно То есть Они у него вот такие вот Кромка должна быть прямой А она у него как бы загнута То есть От чего это происходит От того что Вы неправильно Располагаете руки на кромке Вернее усилия На доске То есть Если на пласте Это не так заметно То на кромке Это заметно более конкретно Потому как Здесь Больше возможности у нас Для того чтобы доска У нас вот так вот Начала качаться Давайте попробуем Острагиваем просто сейчас Ровную кромку Острагали вот эту кромку И проверяем ее ровность То есть Мы ставим ее на стол И смотрим расхождение С этой стороны и с этой стороны Чтобы было все это понятно Вам Мы сейчас вторую камеру сюда направим Кроме всех прочих своих заслуг Я еще и пишу книги И вот я написал Три книги Они все по нашим Деревообрабатывающим делам Первая книга Современная столярная мастерская Она Братцы Про мастерскую Она для тех Кто собирается Заняться там Столярным делом И для тех Кто может быть там Хочет построить Большую мастерскую Маленькую Неважно какую Она позволит вам Расставить акценты правильно И позволит вам Сэкономить При покупке станков Оборудования Книга реально помогает И множество отзывов В сети Вот они Именно вот В этом плане То есть Она нужна Именно тем Кто Ну как бы Забил свою голову Вот этими всеми Видео там И какими-то другими Источниками То есть Вот она все Расставляет по полкам Вторая книга Вторая книга Бизнес в столярке То есть Книга про денежки Не секрет Не для кого Что начать свое дело Как бы сложно И вот эта книга Позволит вам Правильно Опять же Расставить акценты На При ценообразовании И вообще При Как бы Попытке Сформировать Свою корзину Так скажем Своих товаров И услуг То есть Вот здесь все четко написано Кто покупает За сколько покупает Как выставлять Сколько ставить цену Там Как наценивать Как то Как все В общем-то Вот все Что касается денег В столярном деле Вот в этой книге Причем Эта книга еще поможет Не только столярам Она поможет любому человеку Который Продает то Что делает самостоятельно Своими руками То есть Будь ты кондитер Будь ты там Гончар Будь ты там Кузнец То есть Все бизнес проценты Процессы Они все одинаковые Ну и третья моя книга Токарное искусство Точение ценной древесины То есть Это самый такой Трудный мой ребенок Тяжелее всего Она у меня шла Тяжелее всего Мне она далась Но это не удивительно Это первая книга На русском языке За 129 лет То есть 129 лет Литература на русском языке По токарному делу Не выпускалась И книга Это Она Я считаю Что это настольная книга Токаря То есть Ты начал точить Надо прочитать Потому что Все здесь Сразу Станет более понятным Более ясным Понимаете Весь мой опыт Точения Там Десятилетний Он весь в этой книге Кроме Сегментного точения Потому что Сегментное точение Будет во втором томе В моей книге Токарное искусство И посмотрим Вот смотрите Включаем эту камеру И смотрим И вот у нас здесь Сейчас все Ровно 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 И справа И с левой стороны То есть Доска Ровная Хорошо Правильно Отстрогана Мы молодцы Теперь Начинаем Косячить В каком плане Сейчас Я дам Больше усилия Вперед Вот сюда Дал больше усилия Ставим доску на стол И она у нас Начинает гулять Камеру вторую Переносим Дальше Прям я перенесу Чтоб было понятно То есть Мы ее так строгали Эту доску Что она у нас Сейчас Начинает гулять На столе Видите Вот я ее прям раз И спереди У нас получается щель Вон она щель Вон Должно быть видно Хорошо Обратная задача Снова выравниваем кромку Застрогали Поставили ровно И теперь Даем усилия Больше Назад Вот сюда Не получилось У меня Сейчас Секунду Опять не получилось Фуганок очень маленький У меня не получается Задавить Заткан Ну вот сейчас Немного уже заметно Сейчас покажу То есть Сейчас мы Сострогали Вот эту заднюю часть Больше чем переднюю Она вот так Вот у нас идет И вот она Вот сюда Вот в эту сторону Наклоняется Видите доска Гуляет Это все происходит Из-за того Что вы Неправильно Распределяете усилия Вот на этом Фуганке сложно Как бы все это сделать Потому что Стол короткий И автоматически У меня руки Как бы стоят Так чтобы было Все хорошо Все правильно А вот на длинном Фуганке Это делается запуск То есть Вот вы взяли доску Взяли доску И начинаете На нее давить Например Давите вот сюда Вот в эту точку Левой рукой Нажали Сюда Вот эта сторона У вас чуть-чуть Приподнялась В этот момент Особенно это заметно Опять же На длинном столе Чуть-чуть Приподнялась И все У вас ножи Вот здесь Снимают больше То же самое происходит Когда у нас доска Вот сюда Уже например Прошла А вы вот сюда Начинаете давить Вот она видите Прям гуляет И в этот момент Ножи вот с этой стороны Снимают больше И у вас получается Кривая кромка И эта кривая кромка Получается не потому Что у вас плохой фуган А потому что у вас Руки неправильно Прикладывают усилия Давайте еще раз посмотрим То есть Наша задача какая Когда доска Стоит на подающем столе Она должна быть Зафиксирована на нем Причем зафиксировать ее нужно Не вот в этой точке Потому что здесь Вы точно передавите А где-то примерно По центру То есть примерно вот здесь Ваши руки стоят Вот Вот таким образом Вот она пошла Вот стоят руки Вот таким образом Стоят 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 И вот здесь Как только вот этот палец Который держит ее сверху Перешел вот на этот стол Вот этот палец Нужно убирать И толкать ее Просто Вперед Вот Если в этот момент Пальцем Вы дольете сюда Видите Она проваливается Ножи снимут Больше вот здесь Вот это вот элементарная вещь Самая простейшая Но На которой Начинающие бойцы Совершают Максимальное количество ошибок Вот Понимаете Мне очень часто пишут Всякие вещи такие Ну Всякие нехорошие Да Человек там пишет Вот Да ты ничего не умеешь Там Чуть и пусит И стоишь ты неправильно Строгаешь неправильно Делаешь все неправильно Вы поймите У меня Каждую неделю Новый боец И каждую неделю Новый боец Делает одну и ту же ошибку Это прямо вот Всегда происходит То есть Ваша задача Очень простая Ваша доска Должна стоять На столе Фуганка Так чтобы она не перекашивалась Ни в эту сторону Ни в эту И в таком положении Проходить сквозь ножи Опытные Столеры Иногда этим делом И пользуются То есть Начали например Строгать доску Вот здесь прострогали А вот здесь нет Сюда усилие Здесь больше прострагивать Соответственно Выравнивать ее То же самое наоборот Здесь например Не прострогано А здесь прострогано Сюда усилие Чтобы она выравнивалась Молодые бойцы Не могут так сделать У них это просто не получается И они начинают давить Ее вот так вот Туда-сюда Она у них вот гуляет Как качелька Особенно если доска длинная Или например высокая Щит например строгается То есть когда строгается щит Вот сюда вот усилие И все его сразу повело В момент То есть Ваша рука вот эта Которая толкает Должна быть как можно ниже Ну понятно Что на безопасном расстоянии От ножей Вот как-то так Надеюсь что Мой совет вам поможет И еще один момент То есть все начинающие бойцы После того как у них что-то не получается Начинают винить в этом свой инструмент То есть особенно если например Они купили вот такой недорогой фуганок Вот такой недорогой фуганок купили И вот у них начинается Это не так, это не сяк, это не строгает, это там строгает криво И что? Начинаются претензии к фугану То есть начинается там, например, размерение стола То есть человек начинает мерить стол У него там, например, вот на этом столе там выбрена какая-нибудь там 0,0,0 миллиметра Или вот на этой там 0,1 миллиметра, там где-то что-то скажешь Он говорит, ой, у меня столы кривые, надо их срочно нести на шлифовку Например, там на одной столы на шлифовку, потом снова все ставят В результате ничего не меняется То есть вот он ошлифовал столы, а руки свои не ошлифовал То есть не обвиняйте инструмент в своих ошибках Инструмент, понимаете, железка как бы, да, а руки, они вот делают все дело И если ваши руки пока еще не готовы что-то делать, не надо в этом обвинять инструмент Потому что инструмент, он как бы по-своему работает, а руки по-своему Вот, наверное, вся премудрость, которую я вам хотел сказать То есть, братцы, фуганок, несмотря на то, что он, как бы, во-первых, первый инструмент в столярке Самый первый, самый главный, можно сказать, да На него приходится постоянно, то есть он постоянно работает, в отличие, скажем, от фрезера И фуганок очень сильно, работа, вернее, на фуганке, очень сильно зависит от рук человека, который на нем работает И если ваши руки кривые, не надо в этом винить фуганок Это дело не в фуганке, дело в ручках Вот, собственно, и все То есть не надо говорить, что у меня плохой фуганок, не надо говорить, что у меня стол надо выранивать, там и все Вы просто прикладываете усилия одинаковые к разным концам доски И все будет отлично Ну все, братцы, с вами был Юрий Бажан Столик Краснодеревщик, токарь по дереву, блогер, автор трех книг, руководитель своей собственной столярной и токарной школы До свидания, страна, я с вами прощаюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!